Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Наша презентация сегодня состоится не только оборудованием, которые выпускают серийно. Это основное горнодобывающее оборудование, работающие в шахтах. Это погрузительные машины, буровые установки, а также вновь освоены погрузчики шахтной ковшовой, вагонетки, а также запчасти горно-шахтного оборудования, но и новое оборудование, которое завод сейчас пытается изготовить. И будем изготавливать для золотодобывающей промышленности, а также для других отраслей народного хозяйства. Для золотодобывающей промышленности мы сейчас ведем разработку и уже изготовление практически на окончательной стадии разработки. Сейчас находится станок бурильного удавного действия. Это СБДН-100 для разведки золота. Планируем на будущее. Планируем на будущее. Разработки тоже для этих же фронтур. Это вибро-грохотов ВГ-250. И планируем разработку. Это уже на будущее, на следующий период для золотодобывающих. Делаем еще вот такую мебель, которая здесь представлена. То есть стенки, кровати. То есть мягкую и корпусную мебель делаем. Почему вышли? Мы вышли из ассоциативы все-таки поддержать. Мы шли строить предприятия. Наш, так называемый, кризис на территории Российской Федерации. Как бы ни было, тяжело нужны. Самое главное уже заводам – это заказы, да? Это размещение. Какие бы они? Пусть они маленькие, большие – это хорошо. На поток поставить еще лучше. Все-таки заказ минимальный для заводов – это хорошо. Я вот говорил сегодня на совещании, что мы буквально на прошлой неделе провели на промплощадке БТРЗ-103. Я пригласил тоже все машинозрители предприятия гражданского назначения, чтобы получить какой-то минимальный заказ, гособоронзаказы. Потому что на сегодня фактически, ну так же, с секвестром небольшим, но программы Министерства обороны, они финансируются. И в этом случае все сделали возможное. На заводе горного обороны получили отдельный спецсчет, да, называется, провели сертификацию. То есть работа была полномерная, плодотворная, она работала с полпреста. Вышли на Министерство промышленности и торговли, которые занимаются. Вышли на Министерство обороны. Вот сейчас организовываем встречу губернатора с институтом обороны, значит, Сергеем Кушетовичем Шойгу, чтобы увеличить заказ на БТРЗ-103. У него есть ли это мощности с привлечением наших заводов гражданского значения. Они будут обеспечены. На сегодня вот нашим заводам, заводам горного оборудования, если хорошо жить, ему достаточно зарабатывать 250 миллионов рублей. обеспечивать теплым поселок, или платить налоги, и все остальное. Согласно, что мы прошли сегодня по заводу, посмотрели глазами. Сегодня все руководители говорят, что, посмотрев один раз глазами, удивительно, что завод живой, люди профессиональные, качество достойное, ценовая политика здесь гибкая, то есть нужно работать, переходить.